Договоренности, которых удалось уже достичь, попали под сомнение после 7 октября текущего года. Каким сейчас видят развитие ситуации в Ромале и как установить мир на Ближнем Востоке, мы попытались узнать в палестинской администрации. Благодарю за возможность провести эту беседу. Можете ли вы рассказать о ситуации на Западном берегу после 7 октября? «Ситуация на Западном берегу крайне сложная и очень опасная. С момента войны в Газе до сегодняшнего дня на Западном берегу были убиты 106 палестинцев. Потеряна связь между городами, на каждом шагу можно увидеть блокпосты. Крайне сложная экономическая и финансовая ситуация. Бизнес не может работать, как прежде. Самого первого дня президент Махмуд Аббас находится в контакте с европейцами, американцами и, в частности, с президентом Макроном. Должно быть объявлено немедленное перемирие, потому что без прекращения огня ситуация усугубится как здесь, так и в Газе, а, возможно, и во всём регионе. Ситуация крайне тяжёлая. Эта война должна быть немедленно остановлена. Мы должны поддержать газу медикаментами и продовольствием. Арабы во всём мире против изгнания палестинцев из Газа и других территорий». «Что, по-вашему, должно предпринять международное сообщество?» «Международное сообщество способно сделать многое, в частности, Азербайджан. Я посещал Баку вместе с президентом Аббасом. Это дружественная страна, которая может повлиять на Израиль. И даже на американцев, чтобы остановить войну. Мы нуждаемся в поддержке всех наших друзей, потому что ежедневно гибнут тысячи людей, как с арабской, так и с израильской стороны. Поэтому самое главное – это остановить войну, а затем мы будем искать политический диалог, так как без него ситуация лишь ухудшится». «Насколько я понимаю, вы выступаете против войны и считаете, что вопрос можно решить лишь дипломатическим путём. Какие шаги, на ваш взгляд, должны быть предприняты?» «Это касается международного законодательства и выхода из ситуации в решении, предполагающем наличие двух государств. Все говорят об этом решении, включая американцев и самого президента Байдена. Мы требуем от международного сообщества исполнения этого решения. В мире говорят о двух государствах – государстве Израиль и государстве Палестина. Мы видим государство Израиль, но где же государство Палестина? Есть соответствующая резолюция Совбеза ООН. США, Китай, Россия – все ждут его исполнения. Мы должны прийти к политическому решению, сесть за стол переговоров и исполнить соглашение, которое было подписано в ВОСЛА, в том числе и со стороны Израиля. Сейчас мы хотим, чтобы весь мир серьёзно подошёл к этому вопросу, и нам нужны гарантии. Мы многократно подписывали документы, но израильтяне, как всегда, избегали их исполнения». Мы сейчас находимся в Палестине, но говорим о Палестинской администрации. Почему же, на ваш взгляд, нет палестинского государства? «Так как США не принуждают Израиль реализовать это решение. Проблема заключается как в Израиле, так и в США и международном сообществе, которое не может обеспечить реализацию достигнутых договорённостей. Есть резолюция Совбеза ООН, генассамблеи, которые должны быть исполнены. Поэтому нам нужны все наши друзья по всему миру, включая вашу страну Азербайджан и её президента, которого мы считаем нашим другом. Наши друзья должны помочь реализовать решение о двух государствах, потому что Израиль отказывается. Некоторые министры делают заявления, противоречащие этому принципу. Призывают к убийству арабов, депортации жителей Газы в Египет. Мы против депортации, а также мы против убийства мирных жителей со всех сторон. Международное сообщество должно серьёзно отнестись к достижению мира. Мир важен для всех. Контролирует ли палестинская администрация ситуацию в Газе? В Газе сейчас всё парализовано, ничего не работает. Нет воды, нет электричества, нет правительства, нет свободы передвижения. Поэтому я продолжаю повторять, что первый вопрос, который нужно решить – это достичь прекращения огня. Речь президента Аббаса в сентябре на Генеральной Ассамблее. Мы надеемся на проведение международной конференции, чтобы все оказали свою помощь в применении решений ООН, так важных для мира. Всё это вновь повторится, если мы не сядем за стол переговоров. Готова ли палестинская администрация к переговорам? Мы готовы, если Израиль подтвердит подписанный документ, предполагающий создание двух государств на территории, оккупированной в 1967 году, и Восточный Иерусалим в качестве столицы. Восточный Иерусалим с мечетью Алякса и с храмом Гроба Господня. Эти святые места являются частью Восточного Иерусалима, и Израиль должен принять. Сейчас газа находится в блокаде. Там нет электричества, нет возможности свободно передвигаться. Но как там обстояли дела до войны? Будущее газа зависит от перемирия. Мы сказали американцам, что необходимо выполнить достигнутые с Израилем договорённости. Четыре месяца назад мы посещали Иорданию и Египет и подписали соглашение с израильтянами. Там присутствовали и представители этих стран, а также США и Великобритании. Мы подписали договор, а потом они сказали «забудьте». В результате мы пришли к такой ситуации. Она будет ввести нас к ещё большим проблемам. Без политического решения, без переговоров с международными гарантиями ничего никогда не изменится. Как вы думаете, как повлияла нынешняя ситуация на достигнутые ранее договорённости? Мы, президент Аббас, до сих пор привержены решению о двух государствах, привержены миру. Это наша политика и желание всех палестинцев. Если Израиль серьёзно настроен, если США заинтересованы, и если международное сообщество поможет нам, всё получится. Мы сядем за стол переговоров, как мы это делали неоднократно в Осло, в Египте, в Катаре, в Лондоне, в Париже и в самом Вашингтоне. То есть, в пути решения есть. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Насколько я понимаю, здесь есть две разные проблемы. Одна между Палестиной и Израилем, и другая между Израилем и Хамас. Давайте дождёмся и увидим, будет ли перемирие. Это изменит будущее палестинцев. Это главная цель. Нужно обеспечить жителей газом, медикаментами и продуктами питания, а затем уже решать другие вопросы. Мы не должны терять время на то, чтобы думать, что будет через 10 лет. Сейчас самое важное – остановить убийство мирных жителей в Газе, вернуться к переговорам на тех условиях, на которых мы договаривались. Говоря о Западном береге, насколько опасна ситуация здесь? Сегодня в Дженине погибло шесть человек, а также были погибшие в Ромале и Колландии. В общей сложности здесь погибло 106 палестинцев, сотни получили ранения. Также очень сложно передвигаться из одного города в другой. Эта ситуация создаёт проблемы для всех. В начале нашего интервью вы говорили об экономической ситуации. Насколько она зависит от происходящего? Сохранение нынешней ситуации очень опасно. Мы надеемся, что перемирие состоится в ближайшее время, так как палестинская экономика здесь, на Западном берегу, рухнет, если мы не предпримем никаких срочных мер. Торговля парализована, газа нуждается в огромном объёме помощи и поддержки. Мы не хотим говорить о том, что происходит. Все страны, включая Азербайджан, должны помочь нам достичь перемирия, и это требование всего мира. Если Израиль продолжит свою войну, то никто не победит, все проиграют. Мы не хотим, чтобы война распространилась на регион, но мы находимся на грани этого. Продолжение следует...